Во время прямой телефонной линии кабинет главврача Брестской областной клинической больницы члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александра Карпицкого напоминает мини-телевизионную студию. Камера, штатив, ноутбук, живой эфир, следящий за трансляцией. Специалист, общение в режиме онлайн с избирателями. Формат работы новый и очень удачный. Это видно по количеству просмотров. В прошлый раз к эфиру с сенатором подключилось более 6,5 тысяч человек. Цифры весьма красноречивы, по ним можно оценить масштаб проводимой работы. Они общаются и информация питается из социальных сетей и из интернета. Поэтому, чтобы довести какие-то моменты, которые необходимы, или решать вопросы, которые необходимы, или услышать тех же брещан, поэтому мы решили воспользоваться социальными сетями, чтобы быть ближе к людям. Но это, в общем-то, молодая часть населения нашей страны, поэтому с ними мы тоже ведем разговоры и переговоры. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Карпицкий – сенатор новой современной формации. Его мировоззрение сопряжено с поиском новых форм и методов работы, а также умением находить общий язык с молодым поколением посредством сети. К слову, вопросы, комментарии и предложения могут поступать от всех желающих. Без внимания не останется ни один из них. Но если прямые трансляции на «вы» для избирателей, то прямые линии приобрели устойчивый характер. На этот раз поступило 11 звонков. На первом месте это вопросы, которые касаются медицины и трудостройства в сфере здравоохранения. Их было два. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются, был вопрос. Ну и вопросы, в общем-то, бытовые, которые вот с районов, которые не решаются на местах, которые связаны с ремонтами домов, крыш и так далее, и так далее. Ну, примерно 50% этих звонков – это люди, которые не первый раз обращаются к власти на телефонной линии. И вот они уже, видимо, в последний этап позвонили с просьбой о помощи. Для Александра Карпицкого связь с избирателями – это своего рода барометры общественного мнения, показывающие срез проблем, которые волнуют людей. К каждой ситуации подход индивидуальный. Где-то Александр Сергеевич поможет сам, где-то прибегнет к помощи органов власти. Есть ситуации, требующие выезда на место. В подавляющем большинстве все вопросы решаемы. Точно можно сказать, что прямые и телефонные линии, и встречи с гражданами, они имеют позитивный момент в том плане, что, ну, люди когда приходят? Когда они не могут либо решить сами вопрос, либо не могут решить вопросы с властью. Поэтому, по крайней мере, те проблемы, которые задавали мне наши жители Брещене, ну, примерно 50-60% уже они решены. Поэтому мне кажется, что это правильное такое направление.